Денис Питерпен Кириллов Елизавета Диньдин-Терещенко Ну и конечно же новости на Первом Приднестровском Доброе утро, эфир продолжает выпуск новостей в студии Анастасия Чернитенская Приднестровская делегация во главе с президентом сейчас находится в Германии участвует в конференции по мерам укрепления доверия в процессе урегулирования молодоприднестровского конфликта Глава государства Евгений Шевчук выступил с докладом и уже сейчас его активно обсуждают эксперты не только Приднестровья, но и всего мира Подробности у Андрея Малевного Отдельные цитаты из выступления президента в Германии начали появляться в социальных сетях еще утром На фейсбуке посты с цитатами из выступления набрали десятки лайков Позже, когда на официальных сайтах появился сам доклад, развернулась дискуссия Большинство пользователей соцсетей сошлись во мнении Доклад писал сам президент Полагаю, что последний раз Германию так сотрясала только мюнхенская речь Путина Я бы сказал хороший доклад Прочитал на одном дыхании Все в точку и по существу Кто-то отмечал откровенность выступления, другие его эмоциональность Кто-то цитировал особенно понравившиеся моменты Все сходились во мнении Доклад хороший и своевременный Для себя, конечно, как гражданин Приднестровской Молдавской Республики Я определил это выступление как выступление настоящего лидера Лидера, значит, нации, Приднестровской нации Который в углу угла, вот в этом выступлении, перед участниками Он поставил, значит, защиту своего Приднестровца Защиту, значит, своей Родины В принципе Он выступил как настоящий лидер нации И как настоящий патриот своей Родины Эксперты в первую очередь отмечают аргументированность выступления За каждым предложением реальные цифры, настоящие проблемы, которые не решаются годами Выход из сложившейся ситуации, цивилизованный развод и международное признание Которое приведет к стабильности С такой позицией президента согласны не только эксперты, но и простые граждане Анастасия Чернитенская, Андрей Малеван и Юрий Прошичев Первый Приднестровский О дипломатах дипломатам В Министерстве иностранных дел прошла встреча с Леонидом Млечиным Писатель, журналист, международный обозреватель и ведущий телепрограммы Документальное кино на российском телеканале ТВ-центр Его книги и фильмы известны далеко за пределами России На встрече он рассказал представителям Совета молодых дипломатов Приднестровья О советских политических деятелях, в частности, о министрах иностранных дел Я рассказываю о разных людях Среди моих героев часто говорят люди малосимпатичные, не очень хорошие Это не имеет значения Советская история, которой я занят На самом деле только кажется, что изучен На самом деле это колоссальный массив Который еще и не понят, не осознан Но имеет большое значение, не только чисто исторически В Приднестровье Леонид Млечин приехал впервые Кроме Совета молодых дипломатов он также встретился с историками Журналист и писатель говорит, что увезет с собой много книг о нашем крае И, возможно, снимет о нашей республике отдельный фильм Икона Божьей Матери с частицей Ризы Пресвятой Богородицы Находится в Дубосарском храме всех святых уже пять дней За все это время его посетили сотни горожан Прикоснуться к святому образу приезжали жители соседней Украины и Молдовы В храме ежедневно совершается 8 часов Петра Божественной Литургии В 17 часов вечернее богослужение И после каждого богослужения мы совершаем молебны перед этой святой иконой Частички Ризы, а именно пояс Божьей Матери считается особой святыней По преданию он был соткан самой Девой Марией из верблюжьей шерсти После ее успения он хранился в особом ковчеге в Константинополе В 9 веке супруга императора заболела и исцелилась лишь тогда, когда прикоснулась к поясу Божьей Матери В знак благодарности она расшила его золотой нитью В 10 веке пояс был разделен на три части, позже каждая из них еще на несколько Все они имели особую силу, защищали земли от наводнений, засухи врагов А главное исцеляли людей от недугов Осталось всего несколько дней, еще буквально до 3 ноября Кто еще не успел, могут приехать для того, чтобы поклониться этим святыням На этом наш выпуск завершен, хорошего дня и оставайтесь на первом Субтитры подогнал «Симон» Денис, мне так жаль, что я уже выросла Ну да, ты прямо на глазах растешь Я вообще-то про возраст Хотелось бы вернуться в детство, участвовать в разных конкурсах и, конечно же, выигрывать различные титулы Ага, «Мисс 200 конфет не предел» или «Мисс 33 – это не возраст, а размер ноги» Ой, кто бы говорил Кстати, как поживают твои друзья? Какие? Живот, бока и подбородочек Не голодают, нет? Я, между прочим, когда в детстве была в лагере, стала «Мисс Дюймовочкой» Ну ты неплохо сохранилась, хотя сейчас бы могла претендовать только на звание «Мисс Хомячок» Ну, в общем, нам уже сейчас в таких конкурсах ничего не светит А вот в «Парканах» недавно прошел конкурс «Мисс Жемчужинка» На котором мы сейчас и побываем За кулисами Дома культуры в селе «Парканы» будущие «Жемчужинки» готовятся к выходу на сцену Переполненный зал с волнением ожидает самого яркого детского конкурса «Мисс Жемчужинка-2013» Четвертый год мы проводим конкурс «Мисс Жемчужинка» В этом году у нас шесть конкурсантов участвуют Конкурс состоит из четырех этапов Первый конкурс приветствия, второй вокал, третий танцевальный и четвертый сказочный герой Девочки будут показывать сказочного героя на выбор Покажут свои актерские мастерства, умение держать себя на сцене На протяжении месяца велась тщательная подготовка к конкурсу Организаторами и родителями было создано множество красочных декораций, пошито десятки костюмов И все ради того, чтобы маленькие звездочки засияли на большой сцене Мы не будем делить первое, второе, третье места Девочки стараются Мы просто выделим Мисс Жемчужинку, наградим ее короной Все остальные конкурсантки тоже получат титул Мисс Грация, Мисс Очарование, Мисс Зрительских симпатий И поэтому, чтобы не было... Ну, все-таки это детский конкурс Чтобы их не судить строго, все получат награды, кризы и грамоты за участие в конкурсе Мисс Жемчужинка – это не конкурс красоты, а скорее творческий вечер Девочки не только рассказывали о себе в традиционном конкурсе приветствия, но и реализовали свой творческий потенциал в танцах, песнях и сказочных постановках Все конкурсантки постарались на славу и перед жюри стояла нелегкая задача – выбрать победительницу Мисс Жемчужинка 2013 Николаева Елена Я очень старалась, я в самом начале, когда еще мы были дома, я говорю, я буду побеждать в каждом конкурсе, в котором я буду участвовать Я старалась и победила Несмотря на свой юный возраст, Лена стала обладательницей уже второй короны В прошлом году девочка участвовала в конкурсе восточных танцев «Мини-мисс Бейли-дэнс» в Кишиневе и тоже одержала победу Это очень хороший концерт, очень хорошее мероприятие Я очень рада, что она ежегодно проходит у нас в селе Девочки очень хорошо подготовились Молодцы родители, конечно, большая их заслуга Впечатление прекрасное, поработали не только родители Я хочу отметить, что участие приняла девочка со школы-интернат, сирота, совершенно сирота И с нею занимались воспитатели, учителя с нею занимались И она тоже заняла одно из призовых мест – Мисс Очарование Организаторы и участники конкурса «Мисс Жемчужинка» подарили жителям села Парканы Очень солнечный детский праздник Такой непосредственный, полный ярких красок и незабываемых эмоций Денис, угадай, на каких соревнованиях могут участвовать люди от 3 до 63 лет? Немного затрудняюсь ответить, но может быть это папа-мама-я дружная семья? А вот и не угадал Это танцы, они объединяют людей всех возрастов и профессий И что же, действительно были участники 63 лет? И они случайно не брейкдэнт станцевали? Нет, эти великолепные женщины поражали всех исполнением восточных танцев О, эти костюмы, горящие глаза, а еще некоторые из них общались только жестами И что, их понимали? Их не только понимали, ими восхищались Прямо сейчас смотри и получай удовольствие Танец это радость и удовольствие Это вид искусства, в котором художественный образ создается с помощью пластических движений И смены выразительных положений тела И, конечно, он неразрывно связан с музыкой Которая находит свое воплощение в движениях, фигурах и композициях Культурно-досуговый центр «Шелковик» в Бендерах, руководствуясь этими принципами Решил устроить конкурс под названием «Танцевальный Олимп» Где радовали глаз танцоры разных направлений и возрастов Это рейтинговый конкурс, но в дальнейшем мы его планируем проводить постоянно Здесь все конкурсы проводятся по дисциплинам Помимо дисциплины есть еще разделение на возрастную категорию И дебют начинающий, продолжающий любитель И самая высшая точка, которую хочет достигнуть любой танцор, это профессионалы Искусство танца, являясь одним из древнейших проявлений народного творчества Образовалось из разнообразных движений и жестов Восточные танцы можно считать международным достоянием Вариант восточного танца, который мы знаем как танец живота, балли-дэнс Получился именно благодаря смешению стилей Я занимаюсь трайбелом меньше года Мне нравится этот стиль Он очень такой женственный, плавный, красивый Бывает даже быстрый и медленный Я люблю выступать везде Не имеет значения конкурс это или концерт, или фестиваль Мне нравится заниматься этим видом танца Родители с трепетом ждут выступления своих маленьких талантов А жюри с каждым выступлением все сложнее выбрать лучших За кулисами и в гримерках царит напряженная обстановка Ребята репетируют по нескольку раз И все для того, чтобы достойно выступить на сцене и порадовать зрителя Волнение, конечно, присутствует Но вера в победу и любовь к танцу все же помогает преодолеть все сомнения Мы танцуем абсолютно разные направления Мы танцуем как групповые танцы, так и сольные танцы, так и дуэты То есть в паре И диско, и джаз модерн, и джаз фанк, и техно Мы танцуем Ты становишься гибкой, эластичной Тебя в классе уважают Ну, на соревнованиях выступаешь Медали, кубки забираешь Но иногда и проигрываешь И вот они уже на сцене в ярких костюмах в динамичном темпе В такт музыки исполняют гармоничные движения Танцуют не как иначе, как виртуозно Зал смотрит с восхищением, а ведь это самая высокая оценка В итоге очень много направлений танцевальных и очень разноплановых Поэтому современный танец сегодня можно было бы посмотреть во всей своей красе Я бы пожелала всем деткам, которые здесь занимаются Достичь тех вершин, которые они когда-то себе так загадали Что вот я хочу стать чемпионом мира, чемпионом страны Потому что в принципе здесь очень талантливые на самом деле детки Они очень достойны этого Участники фестиваля продемонстрировали истинную любовь к этому виду искусства Кроме этого показали высокий уровень мастерства Сцена увидела неоднократных чемпионов республики и мира Сегодня им удалось завоевать танцевальный олимп Умение танцевать дает величайшую и свободу Выразить себя в полной мере таким, какой ты есть Бесспорно, танец – это жизнь 1 ноября стартует фестиваль русской культуры И у нас в гостях председатель общественной организации Союз русских общин Приднестровья Виорика Кохтарева Виорика, доброе вам утро Доброе утро Доброе утро И расскажите нам подробнее об этом фестивале Фестиваль русской культуры российских соотечественников Приднестровья Называется «Мы вместе» Приурочен он ко Дню народного единства Который все мы вместе с Россией будем отмечать 4 ноября И этот фестиваль проводится силами Союза русских общин И русских общин на местах При помощи госадминистрации, управления культурой И всех тех неравнодушных людей Которые пропагандируют русскую культуру Сохраняют российские культурные ценности И хотят принять в нем участие Какие главные особенности фестиваля? Главная особенность фестиваля, который мы проводим сейчас Который называется «Мы вместе» Состоит в том, что мы решили отказаться от конкурсной программы То есть у нас не будет ни победителей, ни проигравших Опыт проведения подобного фестиваля Который мы проводили в этом же году На 12-й и на День России Показал, что очень сложно выбрать, кто лучше Все достойны Все очень хорошо выступают Поэтому мы приняли решение Что все участники будут награждены призами Дипломами фестиваля за участие И фестиваль у нас пройдет именно как смотр Как показатель того, как мы видим русскую культуру Как мы ее сохранили и как мы вместе А в какой раз он проводится и кто в нем участвует? Фестиваль «Мы вместе» проводится в этом году второй раз Фестиваль русской культуры проводится Первый фестиваль мы проводили ко Дню России 12 июня Назывался «Судьба и Родина едины» А это в этом году второй раз мы проводим подобного рода фестиваль Какие мероприятия будут проводиться? Значит, программа фестиваля запланирована у нас следующая С 1 ноября он начинается Пройдут концертные программы в рамках фестиваля По всем городам и районам Приднестровья Предварительная программа показывает, что у нас практически с 3 числа Это в воскресенье начинаются концертные программы 3, 4, 5, 6, 7 ноября во всех городах Приднестровья Состоятся концерты в рамках фестиваля «Мы вместе» Посвященный Дню народного единства Галоконцерт фестиваля состоится 9 ноября А во Дворце Республики начало в 12.00 На галоконцерт приедут лучшие коллективы из районов Из городов и районов Ну и, конечно же, творческие коллективы города Террасполя Очень насыщенная программа Я думаю, да, очень насыщенная программа Я думаю, что будет интересно Мы приглашаем всех принять участие Прийти в качестве зрителей Вход свободный Пожалуйста, приходите Дополнительная информация о времени концерта Будет размещена на фишах под городу Расклеена на сайтах госадминистрации Я думаю, мы всех известим и всех приглашаем С информацией никто не будет обделен? Да, информация будет и на сайте Союза русских общин И на сайтах государственных администраций городов и районов И афиши будут по городам и районам Распространены и пригласительные билеты Так что, пожалуйста, приходите А кто определит лучшие коллективы для участия в галоконцерте? Ну, конечно же, мы ориентируемся на русские общины Русские общины в городах и районах Они живут жизнью соотечественников И они, как никто другой, знают, кто как выступает Кто может приехать, в конце концов, в этот выходной день Поэтому по рекомендации русских общин, конечно же Но в любом случае все участники фестиваля Будут награждены дипломами и призами И те, которые не приедут на галоконцерт в том числе Будут какие-то различные номинации? Нет, номинаций никаких не будет Это фестиваль-смотр Понимаете? Все они выступают, все лучшие Нету такого, что вот этот у нас занял первое место Этот второй, этот третий Чтобы не было потом обиженных Потому что, на самом деле, очень сложно определить, кто лучший Опыт предыдущего фестиваля показал Что у нас жюри чуть ли не плакало Когда приходилось выбирать по номинациям Ну, очень тяжело Все отличные коллективы, все достойные Все приезжают с большой радостью С большим желанием, хотят участвовать Поэтому для того, чтобы действительно стимулировать людей К тому, чтобы этим заниматься, участвовать в наших мероприятиях Мы решили отказаться от такой градации Кто лучше, кто хуже, в какой номинации, кого выбрать Все будут участвовать на равных Все будут награждены на равных за участие в фестивале В любом случае будет очень интересно Конечно Это насыщенная концертная программа Праздничные мероприятия Мероприятия, приуроченные к большому празднику российскому Конечно, будет интересно Кроме того, у нас на 4 ноября Именно на российский праздник День народного единства Запланированы показы мультфильмов в городах Бендеры, Рыбница и Тирасполь А где будут показывать их? В кинотеатрах? В кинотеатрах, конечно Не, ну вдруг там полотно развернутся У нас есть кинотеатры в этих городах Поэтому обязательно мы покажем мультфильмы Российские мультипубликационные фильмы Для детей, для молодых соотечественников Приднестровья Тоже бесплатно А новые или старые? Ну новые, конечно Постараемся новые показать Хотя вы хорошую идею подали Вполне возможно, что надо будет сделать Такой сборник, сборную солянку Хороших старых мультфильмов И на какой-нибудь Даже, возможно, на Новый год Показать детям вот такую вот сборную солянку Старых мультфильмов Потому что, к сожалению, наши дети Зачастую не знают, что такое Ёжик в тумане, например Или там Троис Простоквашина Просто они их не видели Вообще можно было прям сделать фестиваль Старых советских мультфильмов Я бы с удовольствием на него сходил С огромнейшим Я поняла, что можно Ну вот видите, в этом году какие И так такие подвижки У нас вот сейчас проход Дни российского кино в Тирасполе Что тоже очень неплохо Спасибо и посольству, и Россотрудничеству И Министерству культуры России И желающих очень много Я вот не попал на край Конечно Ну, конечно, очень много желающих Это не каждый день И не каждый год такое проводится мероприятие И это замечательная мысль Замечательная идея О том, что для маленьких детей Для молодежи Тоже необходимо сделать Те же мультфильмы Те же старые российские мультфильмы Показать, а почему нет Просто жалко, что у нас Не в каждом городе есть кинотеатр Да, к сожалению К сожалению, да Но, тем не менее Вот мы сейчас получим Восемь проекторов Расставим в каждом городе и районе Вполне возможно, что будем показывать Жаль только, ну погоди Уже нельзя смотреть Почему? У нас можно У нас можно У нас можно Все отлично Никто не поймает Пожелайте нашим телезрителям Чего-нибудь сегодня утром Сегодня утром Я всем желаю Хорошего настроения Успехов Во всех начинаниях Хорошего Такого Боевого задора Чтобы все у вас сложилось Чтобы вы вечером пришли домой И сказали Я смог Я сделал это Спасибо вам большое Хорошего вам дня Успехов вам Чтобы все ваши планы совершились Спасибо Спасибо И вам всего хорошего Какая женщина не любит красивых украшений Не женщина Верно И мы продолжаем разыгрывать наш замечательный подарок От магазина Ауреола-1 И вот вам следующий вопрос Всем известны лечебные свойства серебра Его широко применяют для очистки воды А вот что очищают при помощи серебра в Японии? Ответы присылайте нам на почту Ауреола-собака-пгтрк.ру И возможно вас украсит наш замечательный кулон Денис, я тут на днях общалась с Орионом И он мне рассказал, как вы вчера отдохнули А что, нормально Мы отдохнули, посидели, поговорили Обсудили, что там у них новенького на небе И как там звездочки поживают? Красивые, симпатичные Привет, передавай в следующий раз Ну, у них все хорошо И передам как-нибудь потом Но ты только не нервничай Я же не просто так поехал, а по делу Гороскоп тебе привез Ну давай, показывай, что привез У Овнов сегодня день, когда деловые интересы пересекаются с личными Представители других знаков В такой ситуации растерялись бы А вот Овны действуют решительно И добиваются успеха Прогресс в делах Тельцов Может быть значительным и неожиданным для вас Выясняется, что вы недооценили Свои таланты и возможности А вот сложность проблем, требующих решения Напротив, переоценили События этого дня убедительно доказывают, что вы способны на многое Причем признают это и люди От которых зависит ваше профессиональное будущее Близнецам звезды советуют меньше фантазировать и больше думать о реальном положении дел Конечно, строить воздушные замки очень интересно Но поверьте, и решение практических задач может быть не менее увлекательным Неоднозначный день сегодня у раков Серьезных причин для огорчения и беспокойства вроде бы нет Но вы чувствуете себя неуверенно Переживаете из-за мелочей И выводите из равновесия окружающих В таком состоянии трудно не только работать Но и получать удовольствие от общения с близкими людьми Поэтому постарайтесь планировать свой день так Чтобы у вас осталась возможность побыть наедине с собой Возможно, удача в делах сегодня у львов Есть шанс заручиться поддержкой людей, которые могут оказать вам помощь Изобретательность и находчивость помогают вывести недоброжелателей на чистую воду И разоблачить интриги Деловая активность невысока сегодня у дев Едва ли день ознаменуется профессиональными подвигами Девы как будто надеются, что их работу сделает кто-то другой Но вероятность этого невелика Денежные поступления, на которые вы рассчитывали, заставляют себя ждать Несмотря на все трудности этого дня, вы пребываете в отличном настроении У весов сегодня благоприятный день для интеллектуального труда и решения сложных задач В вашей ловкости и изворотливости можно позавидовать Вы легко находите общий язык с самыми разными людьми, никому не позволяя сбить вас с толку Между прочим, для выполнения накопившихся домашних дел и пожеланий близких людей Скорпионам не помешает четкий домоплан Не поленитесь, составьте его, учитывая все особенности семейного быта и времени Которое вы можете затратить на выполнение поставленных вами задач Поверьте, вы успеете сделать все, что от вас требуется Да еще и свободное время останется День стрельцов складывается удачно, поскольку преобладает влияние позитивных тенденций Если у вас что-то не получается, значит вам это не слишком-то и нужно Со всеми действительно важными делами вы справляетесь просто блестяще Козероги сегодня сами и только сами могут определить, что необходимо сделать, чтобы дом стал домом А семья надежным пристанищем не только, когда вы на коне Но и в случае, если кому-нибудь из вас потребуется забота и утешение Так что решайтесь и начинайте строить надежную семейную крепость Очень хороший день для общения с единомышленниками и совместной деятельности сегодня у водолеев Люди, поддерживающие вас, готовы на многое, чтобы воплотить ваши идеи в жизнь Тем, кто предлагает помощь, можно доверять Вам дают много советов, но руководствоваться лучше собственным здравым смыслом Именно рыбы сегодня совершают невероятные подвиги и одерживают грандиозные победы Очень ярко проявляются лидерские качества Люди готовы идти за вами, куда бы вы ни направились Даже очень влиятельные люди прислушиваются к вашему мнению и поступают в соответствии с вашими советами Последние дни были как никогда солнечными, хотя на дворе октябрь, который подошел к концу Надеемся, погода и дальше будет нас радовать И чтобы вы были в курсе всех погодных новостей Прямо сейчас мы вам о них и расскажем В Рыбницком и Каменском районах любителей дождя ждет разочарование На небе до позднего вечера не будет ни облачка Осадков не ожидается Днем плюс 14, а ночью 12 градусов тепла Григориополь, Дубасар и Слободей день будет радовать ясностью, придя на смену пасмурному утру Осадков не ожидается Днем столбик будет показывать плюс 16, а ночью опустится до плюс 11 В Террасполе и Бендерах пасмурное утро сменится ясным днем и безоблачным вечером без осадков Днем температура воздуха будет плюс 16, а ночью плюс 11 градусов Помните, что самое главное это погода в доме Берегите здоровье Кто мы? Щедрые люди Что мы делаем? Дарим подарки А какие мы дарим подарки? Вот такие, это разветвитель для наушников А кому мы дарим подарки? Тем, кто найдет на сайте сундука слово приз и пришлет ответ к нам на почту Сундуксобака.пгтрк.ру Удачи! Сегодня замечательный день Ровно 23 года назад в городе Бендеры родилась Солнечный зайчик утреннего эфира Елизавета Терещенко Ой, ты не забыл? Спасибо, дорогой Да как тут забудешь? Это был бы не я А еще я могу посоветовать, как тебе его отпраздновать Как же? Потому что кроме тебя в этот день есть еще два знаменательных события Это Хэллоуин и образование группы Ария Поэтому день рождения будет очень веселым, если ты наденешь костюм Дракулы и будешь петь Засыпай, на руках у меня засыпай Ну а что еще интересного произошло сегодня, нам расскажет исторический гид Мария Пантази Здравствуйте, октябрь с нами прощается Давайте узнаем, что оставил он нам на памяти себе Как минимум эффектный праздник Хэллоуин В ночь с 31 октября на 1 ноября Преимущественно в англоязычных странах Отмечают старинный кельтский праздник Канун Дня Всех Святых Его истоки уходят еще в дохристианскую эпоху Племена кельтов делили год на зиму и лето А 31 октября считался у них последним днем уходящего года По древнему поверью, миры живых и мертвых открывали свои двери И обитатели потустороннего мира пробирались на землю Чтобы не стать жертвами непрошенных гостей Кельты гасили свет и надевали звериные шкуры Так они отпугивали злых духов Примерно по такому сценарию проходит и современный Хэллоуин Правда, носит он совсем не зловещий характер Скорее, забавный И несмотря на то, что праздник неофициальный Его отмечают с большим размахом во многих странах 31 октября 1811 года Открылся императорский царско-сельский лицей Основанным Александром I А в историю вошел благодаря выдающимся выпускникам В первую очередь Александру Пушкину В 1843 году учебное заведение было переведено Из царского села в Санкт-Петербург И стало именоваться Александровским Сегодня там открыт Пушкинский музей Хочется вспомнить имя Анатолия Попанова Советский актер родился 31 октября 1922 года На его счету сотни работ в театре и кино Но есть среди них особенные, любимые и знакомые каждому советскому человеку Роли в фильмах «Берегись автомобиля», «12 стульев», «Бриллиантовая рука» Алё, Олег, я вот только боюсь, как его довести до коммундиции? Он малопьющий Как говорит наш дорогой шеф На чужой счет пьют даже трезвенники и язвенники Ахахаха Где-то мы... Будет и кофа Будет и какао в сяе Поехали! На этой в каком-то смысле ностальгической ноте с вами и прощаюсь Всего доброго! Рубрика «Интересные факты» 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 То есть четыре команды, понимаете, турнир был проведен в короткие сроки, буквально пару дней, мало игр, но мы выиграли тот турнир, скажу, что неожиданно для всех, потому что в финале мы тогда сыграли со сборной Чехии, которая привезла действительно очень сильную команду, молодую команду, которая играет во второй лиге, по-моему, чешского чемпионата. В финале мы играли против сборной Чехии, выиграли 2-0. Для многих это огромный сюрприз был, конечно, эмоции сумасшедшие. Нам вручили два кубка, один переходящий кубок, который был сделан по заказу в Нидерландах, второй уже, который остается у нас, вручены медали были. И пожелали, чтобы в следующем году, то есть в нынешнем, мы представляли снова сборную Приднестровья на этом турнире. А в этом году сколько команд участвовало? В этом году участвовало в два раза больше команд, восемь. Уже намного интереснее. Это такие команды были, как снова Канада, Эстония. Это были команды Испании, Румынии, Польши, Белоруссии. Чехия уже не хотела с вами соревноваться. Вы знаете, да. Кто там будет играть? Приднестровья, Оуния, мы не едем. Мы были удивлены, почему нет у Чехов, потому что, знаете, между собой, вот сейчас мы ехали, думали, они захотели бы взять у нас реванш. Да, их не было. Но зато сборная Эстонии и сборная снова Канады привезли, я скажу, очень сильные составы. Они, как бы, захотели доказать, что, может быть, то случайность была, что Приднестровье приехало, как говорится, никто, наверное, не особо не слышал, не знал, а приехали и выиграли. А в этом году в финале вы с кем встретились? Мы выходили, знаете, на первую игру, как бы, не знаю, думали, первая игра у нас была с испанцами. Все знают, что такое сборная Испании по футболу. Вечные чемпионы. Да, мира Европы. Это самые, да, лучшие футболисты, наверное, мира. Мы тоже так считали, но, как оказалось, что мы, оказывается, сильнее. И мы выиграли, получается, ну, с неприличным счетом, я не буду говорить его. Мне уже интересно. Пожалуйста. 10-0 мы выиграли. Вот так вот Испания, держи от Приднестровья. Вторая игра у нас была со сборной Польши. Скажу, что оказалось немножко посложнее. И по счету тоже. Мы всего лишь 7 голов забили. А снова не пропустили. Всего лишь 7. Снова не пропустили. Самая принципиальная игра, как мы поняли, оказалась у нас со сборной Румынии. Но мы выиграли 2-0 эту игру. И, получается, вышли в полуфинал, где мы встретились со сборной Канады. Но вот тут-то игра и получилась. Знаете, первые игры были поукороченные, потому что по 2 игры в день проводилось. То есть мы играли часов в 10-11 утра, начиналась первая игра. Какой-то отдых. И уже в 5-6 вечера вторая игра. То есть полуфинал с Канадой пришелся на вечер второго дня. Конечно, все уставшие, уже появились и травмы у ребят. После игры с Румынией. Да, особенно после игры с Румынией. И, получается, игра затянулась. Мы 1-1 играем в дополнительное время. И в дополнительное время все-таки мы вырвали победу 2-1. И чуть-чуть, пару стычек случилось. То есть 4 красных карточки в этой игре. У вашей команды? Ну, у обеих команд. То есть игра тоже получилась очень тяжелой и принципиальной. И на следующий день был финал, в котором, как оказалось, нас ждала сборная Эстонии. Очень сильная команда, хочу отметить. Половина игроков играют в чемпионате Эстонии. То есть профессиональные команды. Игра, вы знаете, мы пропустили первый буквально на 10-й минуте. Но в конце первого тайма мы отыгрались 1-1. Вышли вперед во втором тайме 2-1. Эстонцы сравнивают 2-2. И буквально, наверное, за 10 минут до конца у нас какой-то случился фурор. Второе дыхание. Да, 3 гола, вы знаете. И выиграли, получается, опять 2. И могу отметить, наверное, каждого. Но вот, наверное, капитан команды Твердохлебов Олег Михайлович, который являлся, может быть, знаете, таким, как у нас говорят, ну, такой зажигалочкой на поле. Вот он вселял в нас, ребят, уверенность. Знаете, не каждый человек в 50 лет вообще выйдет на поле. И в 50 лет? Да, вы знаете. Приднестровский Райан Гиггс. Совершенно верно. Вам надо помогать российской сборной по футболу. Кстати, да. Ну, знаете, российская сборная и без нас неплохо справляется. Благо есть... Но без зажигалочка. Да, высококвалифицированные футболисты. На следующий год поедете? Хэт-трик оформить. Вы знаете, все об этом говорят. Все ждут нас. Все говорят, ну, на этот раз у вас не получится. Приглашают уже заранее сборную Приднестровья. Говорят, мы рады видеть. Знаете, полюбили многие организаторы нашу команду. Может быть, за какой-то свой стиль игры. Спасибо вам большое за эту прекрасную беседу. Да, мы очень рады за вас. Мы желаем вам успехов на будущее. И пожелайте нашим телезрителям чего-нибудь. Телезрителям можно пожелать в это доброе утро, хорошего настроения и бодрого спортивного духа. Спасибо, Евгений. Спасибо вам. Денис, лета мне было мало. Я опять хочу на море. Хочу купаться, загорасти и есть креветки. И шаурму. И также горячую кукурузу. Но все это потеряло бы свое значение, если бы не было Черного моря. И сегодня, кстати, его день. Так что защищайте его, не загрязняйте, ведь оно у нас рядышком единственное. А оно летом будет в ответ радовать вас своими волнами и блаженной прохладой. И подробнее о том, как и почему празднуют День Черного моря в нашем следующем сюжете. Традиция отмечать Всемирный день Черного моря возникла 17 лет назад, 31 октября, в портовой столице Турции, Стамбуле. Все представители черноморских стран тогда объединились в душевном порыве спасти Черное море и подписали договор по охране естественной акватории. Таких стран, оказывается, немало. Это Россия, Украина, Абхазия, Румыния, Болгария, Турция и Грузия. Имея, в общем-то, небольшой общий водный ресурс, площадь Черного моря 442 тысячи километров, это важнейший район транспортных перевозок и один из крупнейших туристических регионов Евразии. Кроме того, Черное море имеет важное военное и стратегическое значение. В Севастополе и Новороссийске располагаются основные военные базы российского черноморского флота. Между тем, бассейн Черного моря в последние 30 лет превратился вместо сброса огромных количеств соединений фосфора, ртути и других отходов, например, нефтяных, от 80 до 100 тысяч тонн, а по некоторым данным даже до 170 тысяч тонн. Именно столько ежегодно сбрасывается в море. Специалисты полагают, что еще несколько лет и Черное море превратится в грязную лужу. Источником токсических веществ являются реки, которые впадают в него. Особенно это касается побережья Турции. Промышленные предприятия и коммунальные хозяйства беспрепятственно сливают ядовитые отходы в воду. Именно из-за этого огромные участки Черного моря уже безжизненные. Более того, подумайте, как это влияет на здоровье людей. Из-за того, что Черное море стало очень грязным, туристы больше не хотят отдыхать на Черноморском побережье. Даже живописные уголки потеряли свое очарование. Человечество должно осознавать, что если мы не поменяем своего отношения к природе, то никакие усилия уже не спасут сложившегося положения. И вновь наш патрульный красоты Ирина Гуска спешит на помощь вашему внешнему виду. И сегодня она сделала остановку на вашем лице. Ну, конечно, не в буквальном смысле. Если вас беспокоит такая проблема, как пигментация, то наша мастерская красоты ответит на все интересующие вас вопросы. Внимание на экран. Смотрим. Многих женщин, да и мужчин беспокоят пигментные пятна, появившиеся из-за ряда причин. А некоторые и вовсе пытаются бороться с рожденными веснушками. Стоит ли это делать и каковой причиной появления пигментации, мы узнаем у нашего косметолога Валентины. Здравствуйте. Здравствуйте. Валентина, расскажите нам, пожалуйста, о пигментации и о причинах ее нарушения. Действительно, пигментация встречается довольно-таки часто в нашей жизни. Это одно из дискомфортных заболеваний для женщины. Вроде бы не болит, не чешется, но как мешает жить. За пигментацию нашей кожи отвечает меланин. То есть он отвечает за цвет нашего лица. И когда идет сбой, меланин начинает вырабатываться неравномерно, у нас появляются участки кожи, которые отличаются от нашего цвета кожи. Они либо темнее, либо светлее. Нарушение пигментации наблюдается в разном возрасте. То есть это может быть при беременности, когда идет нарушение гормонального сбоя. Может быть просто нарушение гормонального сбоя. Это также наблюдается при возрастной пигментации. Не слишком активный загар тоже приводит к этому. Неправильное питание и нарушение функции печени, либо желчного пузыря. Можно ли как-то предотвратить появление пигментных пятен? Значит, существуют способы предотвращения пигментных пятен. Это есть крема с солнцезащитным фильтром, которые защищают нашу кожу от агрессивного солнышка. Вот, к примеру, дневной крем. И когда мы загораем, выходим на пляж, обязательно тоже наносим крем с солнцезащитным фильтром. И благодаря этому мы сможем защитить нашу кожу от пигментных пятен. Существуют ли какие-то способы борьбы с пигментными пятнами? Конечно, если уже появились пигментные пятна, мы начинаем с ними активно бороться. Потому что если не бороться с ними, пигментные пятна имеют такую склонность увеличиваться в размерах, либо увеличивается их количество. Это приводит к преждевременному старению и также развивает чувство неуверенности в женщине. Поэтому мы с ними активно боремся. Существует ряд пилингов, которые помогают снять верхний слой роговевшей кожи и тем самым осветлить вот это вот пигментное пятно. Есть ряд осветляющих кремов, есть выравнивающий ночной крем, есть крема с витамином С. Витамин С, как известно, осветляет нашу кожу, тоже будет наблюдаться отбеливающий эффект. И существует ряд масочек, которые очень хорошо отбеливают нашу кожу. Ну, многие борются с веснушками. Стоит ли это делать? Значит, веснушки – это самый безобидный вид пигментации и, скажем так, не лишён очарования. Поэтому не стоит с ними бороться, это всё-таки заложено генетически. Если хотят девочки немножечко осветлить, можно делать осветляющие масочки. Валентина, как же ещё можно бороться с пигментными пятнами? Пигментные пятна появляются ещё в связи с тем, что у нас зашлакован организм, наблюдается дисфункция печени и желчного пузыря. Поэтому очень важно уделить внимание очистке организма. И, естественно, не забывать о косметических средствах, в домашних условиях сделать это очень легко. И сейчас мы вам это продемонстрируем. И сейчас мы проведём одну из процедур отбеливания. В этом нам поможет модель Наталья. Здравствуйте. Наталья предварительно умылась гелем для умывания, который тоже отбеливает лицо, что немаловажно. И сейчас мы протрем лицо тоником. Тоник с витамином С. Витамин С тоже, как известно, очень хорошо участвует в отбеливании. Мы притираем лицо. Это обязательная процедура перед нанесением маски? Обязательно, да, потому что маски все активные, и лицо должно быть очищено максимально. Мы снимаем остатки загрязнений и геля. Пока наше лицо высыхает, мы разведём масочку. Что за масочка? Масочка жемчужная пудра. Тут содержится жемчуг, который очень хорошо отбеливает. Масочка сухая, поэтому нам нужно будет её приготовить. Мы насыпаем в вазочку и наливаем водички. Водички наливаем прям по капелькам. Консистенция должна получиться, как густая сметана. Наносим кисточкой. Можно спонжиком. Просто кистью будет удобнее. Эта масочка очень хорошо отбеливает. И вместе с этим ещё участвует в разглаживании морщин. То есть препятствует преждевременному старению. Как часто можно такую масочку наносить? Эту масочку можно делать два раза в неделю. Если есть пигментные пятна, которые очень сильно выделяются, можно начать с того, что мы наносим эту масочку только на эти пятна. Не на всё лицо, а только на пятна. Но так как у нашей модели нет таких пятен, поэтому мы просто выравниваем цвет лица. Если же эти пятна есть, несколько дней подряд можно наносить только на пятна, а потом уже на всё лицо, чтобы выровнять. Маску можно наносить более густым слоем. Чем гуще слой, тем выше результат. И оставляем на 20 минут, чтобы она высохла. Если проследить историю борьбы с пигментными пятнами, то за прошедшие полвека лучше всего зарекомендовали себя отбеливающие препараты, в состав которых входил гидрохинон. Однако споры о том, насколько он безопасен, ведутся до сих пор. Современная косметология разработала более безопасные отбеливающие средства. Нужный эффект достигается за счёт растительных ингредиентов, таких как грибной экстракт, вытяжка корней шелковицы и арбутина. На основе этих веществ разработаны лечебные лосьоны, ночные кремы и маски. Но в последнее время неплохо зарекомендовал себя лазерный фототермолиз. Он точно уничтожает клетки, в которых наблюдается избыток меланина. Усовершенствование лазера ведётся до сих пор. Наталья умылась. Ещё раз протираем лицо, потому что после маски мы наносим дневной крем. В данном случае женщины, которые страдают пигментацией, нарушением пигментации, пользуются тональными кремами. Он будет маскировать наши пятнышки и при этом будет защищать от ультрафиолетовых лучей, чтобы в дальнейшем не провоцировали опять нарушение пигментации. Мы его наносим. Основы никакой нет? Никакой основы не наносим, потому что тут уже всё содержится. Всё, мы закончили нанесение крема. И наша модель готова к тому, чтобы выйти в свет. Спасибо вам большое, Валентина. Теперь хотелось бы узнать у Натальи о её ощущениях. Ощущения у меня самые наприятнейшие. Когда была масочка, у меня на лице очень ощущался лифтинг-эффект. То есть масочка, я так понимаю, не только обеливает, но ещё и подтягивает кожу. И когда уже нанесли мне тональную основу, никакой тяжести я не почувствовала. Очень такая лёгкость на лице. То есть я не ощущаю тональный крем, как обычно вот это бывает. Думаю, те, кого беспокоит пигментация кожи, поняли, что справиться с этой проблемой весьма легко. Ну а тем, кто пытается вывести веснушки, хочется сказать, что не стоит этого делать. Ведь это ваша изюминка. Будьте здоровыми и красивыми вместе с нами. Топ-топ-топ по дорожке спешат ваши ножки на работу. Вы свежи, бодры и ваше лицо украшает улыбка. Для этого мы сегодня очень постарались. И освещали дорогу в новый день. Солнечные зайчики утреннего эфира Денис Кириллов и Елизавета Терещенко. С добрым утром, Республика! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова